Программа Федерации про Союзов России Программа Федерации про Союзов России И вместо такого обвала, который был бы, если бы профсоюзы просто были против правительственного проекта, прошел бы ужасный правительственный проект, который бы разрушил вообще всю систему прав профсоюзов, коллективов, трудящихся и так далее. Такого всеобщего разрушения не произошло, и истерика, в которой находились накануне некоторые профсоюзные вожди, оказалась совершенно ненужной. То есть при нынешнем трудовом кодексе можно многие вопросы решать, есть права, есть возможности, и вопрос только в организации. А то и профсоюз, чтобы организовать борьбу трудящихся за свои интересы. Но я, прежде чем говорить непосредственно о программе Федерации профсоюзов России, я скажу о том, что ей предшествовало, потому что само появление программы профсоюзной работы представляет собой некое необычное явление в жизни не только страны, но и мира. Потому что чем занимаются профсоюзы? Защищают трудящихся. Вот на них нападают, а их защищают. На них западают, а их защищают. То есть не так, чтобы они пошли вперед, а и оборонялись бы от тех, кто на них нападает. Нет. Вот если что-то отбирают, то они, значит, стараются сделать так, чтобы меньше отобрали. То есть сугубо защитная функция, непозитивная, беспрограммная, в отличие от профсоюзов, скажем, политической партии, наоборот. Всякая политическая партия имеет свою программу, и она формулирует, что будет эта партия делать для защиты интересов того класса, который она представляет. Совсем другая картина. То есть для политики вообще, для политических партий совершенно понятно и однозначно выражено, что партия – это авангард класса, должна интересы этого класса изучать, интересы этого класса вносить в этот класс и организовывать борьбу класса за его интересы. А тут вдруг такая программа появилась у Федерации профсоюзов России. И сама Федерация появилась не сразу, поэтому еще когда была борьба за проект Трудового кодекса, Федерации профсоюзов России еще не было. А что было? А вот был такой союз различных крупных профсоюзов боевых, которые все боролись за проект Трудового кодекса Фонда Рабочей Академии. То есть была профсоюзная борьба. И в этой борьбе участвовали такие организации, важнейшие профсоюзы самого разного толка. Например, соцпроф Баголовец Храмову. Я рассказываю о том, как развивались события после того, как был принят нынешний Трудовой кодекс. Какое движение продолжалось в профсоюзной среде. Так вот, один из активных участников этой борьбы за проект Трудового кодекса России, предложенный Фонда Рабочей Академии, это соцпроф. Объединение соцпроф, оно всегда называется соцпроф, чтобы не расшифровывать слово социалистическое, потому что они совсем не социалистически мыслят, и ничего социалистического в этом соцпрофе нет. То есть это такой типичный буржуазный профсоюз, и его лидер Храмов, он всегда проглашал так, что вот мы должны бороться за повышение зарплаты. Была у них такая газета и символ профсоюза соцпроф, Владимирский тяжеловодство. Вот, так сказать, вот есть рабочая сила, и надо, чтобы эту рабочую силу оплачивали высоко. Мы ему, и я в том числе, неоднократно объяснял, что ну вот не будет завода, и ваша рабочая сила никуда не будет приложена. Поэтому есть ли вы вопросы организации производства, в том числе и улучшения условий труда, это же важно, условия труда, при каких условиях туда такая зарплата, не будете брать во внимание, тогда, так сказать, вы будете брать то, от чего мало что зависит. Вот, скажем, закрыли половину предприятий России, и где эта зарплата, которую вы собирались повышать? И вообще нет, и людей тех нет. И у нас стало происходить превышение смертности над рождаемостью строго с начала 90-х годов. И так мы и не выбрались. Вот в прошлом году по-прежнему смертность превышает рождаемость. Об этом никто не кричит, потому что это не праздник, и это не радость, но никто и не скрывает. Кому надо, тот знает. Но, как вы понимаете, ни премьер, ни президент не выходят и говорят, пока мы вот тут президент и премьер, и у нас за это время рождаемость стала превышать, рождаемость, смертность намного. Нет таких выступлений. И это продолжается с самого начала 90-х годов. До этого, все годы в СССР рождаемость превышала смертность, и превышала смертность значительно. Другие профсоюзы, которые в этом участвовали, есть профсоюз локомотивных бригад железнодорожников во главе с Курочкиным. Он неплохой профсоюз. Как вы понимаете, как организованы могут быть работники локомотивных бригад? Их два человека на поезд. Машинист и помощник. Вот они друг с другом тесно связаны, встречаются. А с другими? Ну как они могут? По радио связаться, по телефону. То есть такого контакта, который бывает в крупных коллективах заводских, промышленных предприятий, уже нет. И надо сказать, что он все время такой был слабый профсоюз, локомотивный бригад железнодорожник. Но он выступал здесь тоже за проект трудового хорреса Фонда Рабочей Академии. А есть могучие профсоюзы, как профсоюз докеров, они однозначно выступали за проект трудового хорреса Фонда Рабочей Академии. И его поддержал и Совет профсоюза докеров, не только, скажем, Ленинградская организация, но и в целом Совет профсоюза докеров. Можно сказать, что еще более твердую позицию занимал и занимает Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России. Во главе с Сергеем Анатольевичем Ковалевым, президентом Федерального профсоюза авиадиспетчеров. Долгое время в союзе с ним был профсоюз авиационных работников радиолокации, радионавигации и связи. Паррис. Ну вот, прошло сколько-то лет после этой борьбы за трудовой хоррес, этот Паррис стал на сторону работодателя. То есть это явление для профсоюзов, к сожалению, обычное, это не политические партии, это устойчивость политическим партиям. Что дает? Что они выражают интересы определенного класса, а с классом ничего не происходит, он устойчив. И поэтому и с интересами этого класса ничего не происходит, и с осознанием интересов ничего не происходит. А если люди заключают союз только для борьбы за улучшение своих условий жизни, и не вдаются в вопросы устройства государства, в вопросы устройства общественной жизни, то, в общем, они могут самые разные позиции заниматься, и будучи одно время на одних позициях, потом встают на другие. Тем более, что существует такое явление, как отрыв некоторых профсоюзных работников от своих организаций. Самый яркий пример – это вот отрыв председателя профсоюзной организации докеров морского порта Санкт-Петербурга Моисеенко Александра Николаевича от своей профсоюзной организации. Выяснилось, что он себе установил заработную плату с коэффициентом 1,4 от средней докерской, а докеры в трюме, а он в кабинете, а у него 1,4. Например, товарищ Саржин из 1-го контейнерного терминала себе установил 0,8. Наш друг и товарищ Федотов Константин Васильевич, ныне первый заместитель председателя профсоюзного комитета акционерного общества 1-го контейнерного терминала, 0,8 от зарплаты докера. И это нормально и справедливо. Но этот же Федотов обнаружил, что что-то ему больше платят, чем 0,8. И когда он обнаружил, он пошел выяснять, деньги-то профсоюзные, докерские, он пошел выяснять в бухгалтерию. И выяснилось, что вместо средней сначала устанавливаются средние умноженные на 1,1, а потом от них уже считаются эти самые доли. И выяснилось, что это вот Моисеенко, председатель портового комитета, дал такое указание, чтобы считали не от среднего коэффициенты прибавочные для освобожденных работников, а от средней докерской умножить на 1,1. Ну и, соответственно, сразу выросли доходы освобожденных профсоюзных работников. Ну, это вот раскрылось. Вдобавок выяснилось, что, оказывается, все выходные дни себе он писал, как работа в выходные дни, хотя он в эти дни не работал. Но он же думал, как он говорит. Я же думаю в это время, а все о профсоюзных делах. Вот вы все время, когда выходите на выходной, на субботу, разве вы не думаете о профсоюзных делах? Думаете. Ну, раздумаете, значит, вам дана оплата должна быть двойная, если вы освобожденный профсоюзный работник. Короче говоря, выяснилось, что он занялся не борьбой за повышение жизненного уровня членов профсоюза, а за повышение своего жизненного уровня. И это, собственно говоря, ничего удивительного нет. В профсоюз собираются люди, которые хотят повысить свою зарплату. А если есть возможность повысить свою зарплату без того, чтобы у всех остальных повысилось, ну, то эту возможность надо тоже использовать. И так появляются вот эти люди, которые... Там же идей никаких нету особенных. Мы же не говорим, что вот профсоюз – это такая монолитная организация, идеи нас сплоченные. Идеи какие угодно, может быть. Мы же не спрашиваем при организации забастовки у вас, какие взгляды – монархический, анархический, социалистический, коммунистический, буржуазный, мелкобуржуазный. И не надо это спрашивать, правильно? Вы согласны провести забастовку за повышение заработной платы, за сокращение рабочего дня? А дальше в остальных вопросах? Это вы идите в свои партии, там разбирайтесь, как хотите. А вот у нас общее действие коллективное. И вот в этом общем коллективном действии, надо сказать, ведущие профсоюзы России сплотились. И это было очень мощное такое действие и явление. На фоне нынешних событий, очень таких кислых, с точки зрения развития профсоюзного движения, кажется, это что-то недосягаемое. Тем более, что после того, как состоялось принятие Трудового кодекса, никуда этот союз, который фактически сложился, не только не распался, а было внесено предложение, его внес Олег Васильевич Шейн, который ныне является депутом на «Справедливой России», все переменчиво в нашем мире. Вот Олег Васильевич Шейн внес предложение сделать профсоюзную партию. Ну и, соответственно, он обратился к этим профсоюзам, которые участвовали, и к фонду рабочей академии. А в фонде рабочей академии, наиболее его боевитой и боевой организацией фонда, если рассматривать его как общественное мнение широкое, его ядром является рабочая партия России. И у нас даже в рабочей партии России была дискуссия, как это вывод рабочей партии России, а вот создается какая-то другая партия. Ну мы ее, и особенно волновался товарищ Кудрявцев из Нижнего Новгорода и Василий Иванович Шишкарев из Москвы. Не будет ли что-то тут плохое, если мы еще создадим такую партию из всех профсоюзов, которые участвовали в борьбе за трудовой кодекс? Ну мы заняли какую позицию? Что вот рабочая партия России – это же не политическая партия, она неформально, это просто общественное объединение, как друзья кинофилателлисты. Вот у вас, вы можете создать общественное объединение любителей лекций по конфликтологии? Думаю, да. Ну вот, пока это ваше общество маленькое, но может оно разрастется в момент экзамена, тогда, глядишь, и сдадут. Вот, поэтому, руководствуясь этим, мы решили активное в этом участие принять, потому что и все знали, что Рабочая партия России вместе с Фондом Рабочей Академии все время занималась вот этой всей организацией работы по продвижению Трудового кодекса Фонда Рабочей Академии, издавались газеты, брошюры со сравнительным анализом, вот, и большим тиражом, и в это включались самые разные люди, и вот я, готовясь к этой лекции, начал вспоминать, что прошло вот этот процесс подготовки Трудового кодекса и борьбы за Трудовой кодекс Фонда Рабочей Академии, прошло три созыва депутатов. Депутаты, первые депутаты, которые внесли проект Трудового кодекса, это четыре человека. Два активных, это Корсаков КПРФ и Григорьев РКРП. Григорьев работал инженером на нашей атомной станции в Сосновом Бару. Шан Дыбин из Брянска, водитель, ну, бывший водитель, потому что он давно там в Думе, и как-то я его пытался отловить, его заинтересовать, он сказал, некогда, некогда, а я уже не в Комитете по трудовой и социальной политике, а где? По экономике и финансам. То есть там уже он занят какими-то другими проблемами. Но он подписал тот проект тоже. И Ионов из Смоленска, ни разу его не видел, не слышал, но вот четыре человека подписали документ о том, что вносят проект. У нас же у граждан утрубящихся нет права законодательной инициативы. У вас есть право законодательной инициативы? Нету. Пишите любой проект, а потом ищите такого депутата, который от себя его внесет. Он может на вас сослаться, поэтому, скажем, люди, которые вносили наш проект и говорили, что это проект Фонда Рабочей Академии, внесенный депутатами такими-то. Но он формально идёт как проект этих четырёх депутатов. Вот этот проект четырёх депутатов был сброшен после того, как закончилась эта сессия Думы. И новую Думу избрали. И в эту новую Думу попал такой, я думаю, для вас известный человек, как Аволиан Тимурас Георгиевич из города Кемерово. Один из руководителей рабочих комитетов Кузбасса. И такой пламенный человек по своему характеру. Вот. А в это время такая была ситуация, что проект выкинули, этот Фонда Рабочей Академии. Его вроде бы как никто и не двигается. Его и нет. А правительственный проект, наоборот, внесён. И наше преимущество, которое заключалось в том, что наш проект первый внесён был, уже потерялось. И вот надо сказать, что есть такой человек, как Ружена Борисовна Пугачёва в Москве, сопредседатель Совета Союза Рабочих Москвы, которая договорилась с Аволианом, что он внесёт. Соответственно, со мной связалась. И мы встретились с Аволианом, и он сказал, давайте вы дорабатывайте, и я его внесу. И мы его доработали, с учётом того, что нужно было сделать, чтобы его ещё более сделать. ещё лучше, так сказать, защищающего интересы работников и их права, с учётом предложений уже докеров, профсоюза защиты труда и других предложений, которые поступили из самых разных мест. А мы собирали все предложения по проекту Трудового кодекса и обратились абсолютно, как всем, областным организациям ФНПР. И громадное их большинство прислало свои предложения и одобрения. И это продолжалось до тех пор, пока товарищ Шмаков не понял, что его люди начинают от него уходить. И он скомандовал, и прекратились эти к нам отправки на известном этапе. Но тем не менее, вот ФНПРовские организации очень многие нам прислали в поддержку Трудового кодекса свои бумаги. И вот товарищ Аволианин внёс проект. Аволианин, наверное, можете поинтересоваться, когда Горбачёва избирали генеральным секретарём, он выдвинул свою кандидатуру в альтернативу. Сказал, что он против социализма. На 28-м. На 27-м, наверное. Я не знаю, он не сказал. На 28-м? На 28-м съезде. Вот ему раз Аволиане, человек, то есть, по характеру не такой вот прохладный, свободный, наоборот, резкий и очень энергичный, взялся за продвижение этого проекта. И как раз получилось так, что он готовил свои выборы на следующий период. И в свою выборную кампанию включил пропаганду этого кодекса. В том числе мы выпускали здесь народную правду очень широким тиражом, гораздо больше, раз в 10, чем сейчас мы выпускаем, с материалами по Трудовому кодексу. Но он не прошёл. Он не прошёл, потому что какие-то документы, как утверждают, неправильно были оформлены. А не так, что народ, так сказать, не проголосовал. И в итоге так получилось, что и второй раз проект был внесён, но он не выпал никуда, потому что товарищ Аволяне его внёс не просто в Совет Думы, а на пленарное заседание. А с пленарного заседания было такое правило, уже его снять нельзя. Вот, скажем, человек, который его внёс, уходит, а проект продолжает двигаться без него. И он должен дойти до пленарного заседания, до голосования. И тут новые выборы, и на новых выборах учитель из Астрахани, товарищ Шейн, руководитель профсоюза защиты труда, один из руководителей, там три сопредседателя было, один из них Гамов, член РКРП, он находится в городе Дзержинске, второй где-то на севере, которого я плохо знаю, и третий, вот Олег Васильевич Шейн, три руководителя, один из них Шейн, и он, они как бы этот профсоюз себя провозглашал как профсоюз как профсоюз, как будто есть бесклассовые профсоюзы, они все какому-то классу в какой-то мере служат, или, но в чистом виде никакому, потому что профсоюз не для этого создается, он может фактически помогать какому-то классу, это да. И вот товарищ Шейн, так сказать, был настроен, он участвовал в заседаниях Российского комитета рабочих, сказал, что я внесу, я помню тогда выступление товарища Тимофеева, докера, председателя совета рабочих Ленинграда, который говорил, давай вноси быстрей, потому что ты же понимаешь, что ты раз в дому попал, гниешь вот буквально на глазах, и надо успеть внести, а то ты совсем сгниешь, и вот он внес. А как внести? Есть проект Авулиане, тогда мы придумали, что сделали проект Шейной Авулиане, и значит, есть внесенный проект Авулиане, появился проект Шейной Авулиане, а потом мы усовершенствовали проект Шейной Авулиане, и Шейной внес уже проект уже не Шейной Авулиане, а Шейна. Третий. То есть у нас получилось, я рассказывал в прошлый раз, сколько проектов на стороне правительства существовало, это проект правительственный, слить, фактически он, так сказать, очень мало набрал, ничего он не получил, проект Восьми, Шмаковский, профсоюзный, очень близкий, проект Яблочный, Голова, где детям до восьми лет 120 часов работы в год, проект Московской городской думы, и проект Митрофанова, ЛДПР, того Митрофанова, который сейчас за границей, за которым, как говорится, гоняется Следственный комитет. Вот этих пять молодцов. А у нас получился уже проект Корсакова-Григорьева, так сказать, вот первая ступень, вторая ступень, проект Авулиане, третья ступень, Авулиане и Шейна, вот эти два проекта, они шли, само собой, их нельзя уже было сбросить, они на пленарном заседании должны были рассматриваться. И последний проект Шейна, который еще дальше мы доработали, и вот этот проект Шейна вышел на голосование, и про него я говорил, что он набрал 189 голосов депутатов Государственной Думы, а нужно было 220. А правительственный набрал с небольшим перевесом, больше 220, не правительственный, а проект комиссии Слизки, правительственный совсем мало набрал. И вот эти проекты, которые я перечислял, которые как ложные цели были выставлены, они очень мало набрали, поэтому никакой такой другой конкуренции, кроме как вот конкуренции двух проектов и не было. Это само по себе интересно, потому что профсоюзы, как органы экономической борьбы, как бы специально для того, чтобы мы приготовили такое учебное пособие для магистров по курсу политической составляющей социально-трудовых конфликтов. Оказалось так, что оказалось противостояние двух классов. Один класс проект в интересах рабочего класса его представлял депутат Шейн, это проект фонда рабочей академии, и за ним стояла и рабочая партия России, и вот проект комиссии Слиски, который сделал всякие уступки, чтобы все-таки выиграть проект фонда рабочей академии, и он выиграл. Но это неудивительно, что в буржуазном обществе проходят проекты в интересах буржуазии, так что ничего такого удивительного или нестандартного, удивительно было другое, что такую большую развернули борьбу, поскольку борьба была не против, как изначально думали профсоюзы, что будет против правительственного проекта, и тогда бы это все было только гарнир к этому правительственному проекту, а другие проекты, эти проекты заставили принять ряд положений и включить их в проект, который прошел, и, соответственно, его доработать, что и делала комиссия Слиски, чтобы все-таки его протащить через Думу. Итак, состоялось голосование, сначала первое чтение, нам вот всякие сказки сейчас рассказывали, что первое чтение это только концепция, но это просто полный обман, я как человек, который там и в Думе присутствовал, и участвовал во всем этом деле, и участвовал на слушаниях, и поскольку я президент фонда рабочая академия, проект фонда рабочая академия, я вот, так сказать, прекрасно знаю эту всю процедуру, и эта вся процедура сводилась к тому, что вот в первом чтении определяется, какой проект из имеющихся взять за основу. Не концепцию, а какой взять за основу проект. Вот если взяли этот все, уже другие проекты все отпали, вот мы не попали в эту основу, за основу был взят проект комиссии сливки, а дальше, а дальше мы вот предложили всякие поправки, которые этот проект, который сделала комиссия сливки, сводили к нашему проекту. Это не такая сложная задача всякие правки внести, что надо переделывать этот проект, чтобы получить наш проект. И мы это сделали. И мы еще увеличили число голосов где-то на 10-15 человек депутатов Госдумы. Но все равно в первое место мы не получили. Поэтому второе чтение, оно не может уже изменить содержание проекта, а может, так сказать, внести какие-то содержательные поправки. А третье чтение означает проверку на соблюдение технических каких-то параметров. Если вот заметят, что не те буквы, не те слова, неправильные ссылки и так далее, вот идет некоторая проверка, и третье чтение больше носит технический характер. Спрашивается, а что дальше делать товарищам профсоюзным работникам? Это товарищи профсоюзные работники по предложению Шейна и с участием нашим, а у нас тогда действовало общественное объединение рабочей партии России, тогда было принято решение создать профсоюзную партию. Ну, вот мы думали, как ее назвать и придумали назвать ее партия труда. Если бы ее назвали партия труда и отдыха, в ней бы больше было людей. Если бы назвали ее партия отдыха, наверное, еще больше было людей. но ограничились партией труда. Как ее создать? Тоже необычным путем, потому что эта партия получилась не как всегда какой-то класс создает партию, а получилось так, что это по существу союз профсоюзов для закрепления тех достижений, которые были достигнуты в ходе этой кампании. Потому что во время этой кампании надо сказать, что ухудшения положения работников не было, потому что тут шла борьба за трудовой кодекс и всякое ухудшение было бы в минус правительственному проекту и другим проектам, которые давались от лица руководящих органов буржуазного государства. Поэтому так было устроено это объединение, которое называлось политической партией партии труда, что товарищ Шейн, который вносил проект на последнем этапе, стал председателем. Товарищ Храмов как влиятельный, хотя и, так сказать, влиятельный в буржуазном духе, но тоже активный деятель, который активно выступал за проект фонда рабочей академии, товарищ Храмов, занял пост и планировался на пост председателя совета партии. Значит, товарищ Попов, то есть я, как тот человек, который от лица организации, который, собственно, и пошел трудовой кодекс, который поддержали все эти профсоюзы, значит, я получил пост секретаря партии. Единственный был секретарь, вот я был секретарь партии труда. Товарищ Золотов, как крупный специалист, член рабочей партии России, крупный специалист по профсоюзу, доктор экономических наук, вошел в совет партии и, соответственно, мог там выступать и голосовать. А профессор Казенов выступил на съезде учредительном и, собственно говоря, предлагал все эти самые фигуры, кандидатуры и так далее. То есть мы приняли активное участие, хотя внутри рабочей партии России, с учетом того, что профсоюзы вообще это, строго говоря, не партия, мы тут обсуждали, как нам тут быть. И вот не будет ли так, что небольшая рабочая партия России пропадет, она в этом большом образовании, когда всех профсоюзников, которые отнюдь не составят общество единомышленников, это прямо было видно невооруженным путем, не пропадет ли она? Ну, мы убедили товарища, что мы не пропадем, потому что у нас-то есть программа, устав и дисциплина, а у них нет ни программы, ни устава, ни дисциплины. Как вы думаете, кто написал программу партии труда? Да. Очень волновался Олег Васильевич Шейн, а как будет с программой? Я говорю, да не волнуйтесь, Олег Васильевич сел и у него в кабинете, прямо в Думе депутата я сел, за столом и написал программу. Сейчас мы напишем, что мы за все светлое и хорошее, против всего черного и плохого, потому что никаких требований законных к программе нету. Поэтому, но есть непреложное требование. Если у вас программы нет, вас никто не зарегистрирует. Программу я написал Олег Васильевич, она не противоречит программе партии, рабочей партии России, но она и не выражает ее. Она вполне, так сказать, увязывается с ней, складывается, но она маленькая, на одной странице. Тем более, что существует правило регистрации политических партий, программы должны быть опубликованы в российской газете. А листаж очень маленький. Ну, тираж, вы представляете, российской газеты? Ну, вот это вот мое произведение опубликовано в российской газете. Ну, без, чем, как говорится, в чем задача политических деятелей до такого уровня довести, до такого уровня широты, что когда уже никто не вспоминает, кто автор. Вот примерно, значит, так это все выглядело. И программа, устав уже дело техническое больше, там, значит, получилось так, что заместители председателя, все вот эти крупнейшие профсоюзы, которые были. Председатель профсоюза Докеров Моисеенко, заместитель председателя партии, президент профсоюза и диспетчеров, заместитель председателя партии и так далее. То есть, вот эти профсоюзы получили простые заместители. И получилось такое хорошее профсоюзное объединение, и надо сказать, что оно какое-то время просуществовало, и поэтому тонус профсоюзного движения был достаточно высокий. Но политические разногласия, какие были у участников этой партии, которая на самом деле для всякой политической партии, ну, если эта партия вполне ясна какого класса, то они преодолимы. А если тут, так сказать, как-то не объявляется какого партия класса, то есть мы как бы старались ее строить в сторону работников, а такие люди как Храмов однозначно ее пытались строить как буржуазную партию. Ну, а что касается товарища Шейна, он как человек, так сказать, мягкий, неопределенный, вот, он, так сказать, занимал такую промежуточную позицию, хотя, надо сказать, что вот его деятельность, она тоже, так сказать, была связана и в том числе с обучением в нашем университете. В это время я работал на кафедре экономики и права нашего института по повышению квалификации и переподготовки нашего университета, откуда у меня осталось звание профессора по кафедре экономики и права, а товарищ Шейн был у меня дипломником, и он, так сказать, диплом, его составлял проект Трудового кодекса России. Вот, собственно говоря, такие вот у нас были такие контакты. В итоге какое-то время эта партия все-таки держалась и можно сказать, что этот подъем не пропадал, то есть не позволяли обрушивать профсоюзные права, причем вот эти большие профсоюзы и профсоюзные объединения, СОСПРОФ это профсоюзное объединение, они блокировали то, что пыталось сделать правительство, давно мечтало ухудшить положение, но это как-то вот не получалось быстро и здорово, тем более, что проект прошел в итоге такой, который сразу резкого ухудшения не дал. но потом вдруг наш товарищ Шейн, который был председателем, решил, что ему надо пойти дальше и выше, куда именно, вот или в губернаторе Астраханской области, или в мэре города Астрахани, откуда он собственно и пришел. И он так определенный нам рассказывал, что зато будут деньги на партийную деятельность, но мы прекрасно понимали, по крайней мере, представители рабочей партии России, фонда рабочей академии, прекрасно понимали, что деньги-то будут, а партия уже не будет. То есть партия будет, естественно, подчиняться буржуазному руководству. Почему? Потому что кто такой губернатор? Вот спрашивается, вот сейчас выдвигали, там КПРФ выдвигает представителей на пост губернатора или своего кандидата на пост президента. Ну, разве не понятно, что президент это что такое? Это высшее должностное лицо в системе диктатуры буржуазии, а губернатор это даже не высшее, это промежуточное звено в системе диктатуры буржуазии. Если товарищи трудящиеся подберут таких губернаторов, которые будут хорошо с учетом знания специфики самих трудящихся обманывать трудящихся и проводить линию обман трудящихся замечательные губернаторы и замечательные лица, которые войдут в систему буржуазной диктатуры. И это же не парламентские выборы, потому что парламентские выборы позволяют вам сформировать что? Сформировать фракцию, или даже нескольких человек в органе буржуазной законодательной власти, которые будут вести прямо противоположную политику и защищать права трудящихся. А как они будут защищать? Но они не могут защитить так, чтобы принять другое решение в интересах трудящихся. Дума такого не позволит. И Совет Федерации не позволит, и президент не позволит. Поэтому что могут сделать эти кандидаты? Они могут заняться организацией трудящихся и профсоюзов, очень активной организацией борьбы профсоюзов и трудящихся, опираясь на возможности, которые дает Дума. Какие? Вот предшественником вот этого Красакова Григорьева был товарищ Леонов. Он в свое время приготовил проект Трудового кодекса. Товарищ Леонов из такой какая-то была партия диктатура пролетариата. Вот он стал депутатом Госдумы и у него если приедешь к нему в кабинет там все время кто-нибудь ночевал, приезжал из разных там городов и районов и приезжал для того, чтобы решить какие-то профсоюзные дела, какие-то еще другие дела по борьбе за интересы работников. То есть это был вот такой депутат Леонов, который понимал свою роль депутата как депутата от трудящихся в том, чтобы организовывать трудящихся. Поскольку связь у депутата Госдумы бесплатная, поэтому он может пропускать выписывать безграниченно своим товарищам, чтобы они пришли в Думу. Товарищи могли соответственно в Думе решать какие-то свои конкретные практические вопросы и обращаться куда надо. И он мог написать запрос депутатский, на который обязаны ответить любые государственные органы. Или вот, наверное, вы сейчас заметили, депутаты из КПРФ сейчас применили то, что раньше применяли другие наши. Вот Тюлькин одно время был депутатом, и когда была докерская забастовка, и запрещалось во время забастовки около порта проводить митинги, тогда была устроена встреча с депутатом Тюлькина. он этот депутат Тюлькин, когда он был депутатом, всех предупредил, что товарищи, это наша акция, это не митинг и не собрание, это встреча со мной как с депутатом. Поэтому вы должны свою речь всегда начинать следующим образом. Вот Виктор Ракайович, вот я хотел бы вас и вам сказать, вас спросить как депутата, а дальше уже можете говорить то, что вы хотели говорить. И вот они все так и выступали, а ходила вокруг милиции, отщелкала как говорится челюстями и ничего не могла поделать, потому что идет встреча с депутатом. И там были плакаты, там и прочее все, ну а кто, почему нельзя на встречу, чтобы депутат лучше видел, что хотят трудящиеся. Вот Леонов вполне как вы видите и Авалиане это широко использовал, и Красаков Григорьев это использовали когда были, и поэтому скажем вот эта деятельность была достаточно полезной. А вот перемещение товарища Шейна, а он еще был депутатом Госдумы и решил с этого поста перейти на более высокодоходный пост, вот получило обсуждение на Совете. На Совете я оппонировал этой идеей, сказал, что вот именно потому, что такой пост как губернатор это пост представителя класса прямо противоположного буржазного, то представители трудящихся не могут входить в исполнительные органы государства работодателей. Вот законодательные органы, пожалуйста, идите, входите, отстаивайте, и как бы мы могли вносить эти проекты, если у нас не было своего депутата. Поэтому иногда говорят, вот не надо вообще в выборах участвовать, но скажем, мы сейчас не участвуем в выборах, потому что у нас не хватает сил. Это сил и возможности, а вообще участие в выборах дело полезное в том смысле, что можно получить хоть одного своего депутата, который будет вносить разные проекты, и это поможет организовать широкие акции по всей стране, а не только акции в отдельных городах и на отдельных предприятиях. Но тут ситуация другая, он хочет уйти на какой-то административный пост, где он будет просто вынужден выполнять те задачи, которые ставит перед ним власть работодателей. И вообще в истории была такая история, которая называется миллиаранизм, когда социалист Мильеран попал в буржуазное правительство Франции. Соответственно, он, если будет проводить ту политику, которую он должен проводить как социалист, его выгонят из правительства. А если будет проводить ту политику, которую проводит правительство, а другое оно не может проводить, то выгонят из правительства. Поэтому не надо становиться на дорогу миллиаранизма. А у нас желающих, можно видеть по последним кампаниям, из РКРП решила на пост даже главного в системе диктатуры буржуазии предложить женщину из Кировского завода, которая работает у крановщицы. Ну, как вот вы свою крановщицу хотите приспособить для угнетения трудящихся? Как вот может такое быть? А ведь это очень хорошие кандидаты, буржуазия дает возможность таких кандидатов подбирать, и это соответствует тому, что Маркс говорил еще про буржуазную демократию, что чем хороша буржуазная демократия? Она позволяет трудящимся один раз в пять лет решить, кто из представителей угнетающего класса, эксплуататорского класса будет представлять и подавлять их в парламенте. А если прямо из своих рядов такого выдвинуть, так он еще ближе и роднее, поэтому с ним труднее будет воевать. Поэтому в этом класс работодатель и буржуазный класс очень заинтересован. Вот такая сложилась картина. У нас была дискуссия, но дискуссия была недолгой, поскольку я предложил такое постановление Совета о том, что представитель партии трудящихся не может быть кандидатом на должностной пост в системе диктатуры буржуазии. И большинство Совета проголосовало за мое предложение. А предложение Шейна не прошло. Шейн впал в глубокое уныние, причем чуть ли не в такой психологический кризис, что некоторые думали, что он уйдет. И меня просили приезжать и его успокаивать в Астрахань, а потом он ездил в разлив, где он у меня несколько дней там жил. И я его пытался привести в чувства, но в итоге все-таки он воспрял и, как вы видите, он нашел себе пост, и он теперь находится уже в буржуазной партии «Справедливая Россия». И если вы заметили, он сейчас выступал с хорошим выступлением против правительственной реформы. Но никого не должно это смущать. Вот человек выступает против правительственной реформы, значит ли, что он выполняет какую-то роль выступления против класса работодателей? Нет, не значит, потому что у «Единой России» две трети голосов имеются в Думе, и ей голоса на сегодняшний день «Справедливая Россия» и ЛДПР не особенно нужны. А если вдруг сгорит «Единая Россия», она, видите, немножко подгорает, и вдруг она потеряет голоса, ну, тогда есть запасные игроки, поскольку у нас партия буржуазии имеет три головы. Если она в Америке имеет две головы, и американский дракон имеет республиканскую голову и демократическую, то наша, в соответствии с нашими традициями нашего эпоса народного, у нас трёхглавые должны быть ЗМИ. У нас «Справедливая Россия», «Единая Россия» и ЛДПР. Ну, если сгорит «Единая Россия» и будет справедливой, и как вы думаете, справедливой Россией будет что делать? Она будет выступать за социализм или за капитализм? За капитализм она, мы же её знаем по всей её программе и по всей её деятельности, что там люди, которые иначе не поступают и выступают не участвуют. Сейчас вопрос не о том, это хорошо или плохо, а просто как факт такой. И вот товарищ Шейн теперь, скажем, к предложению перейти к шестичасовому рабочему дню, которое бы было позитивным и которое бы нейтрализовало негативные результаты этой реформы, а он совсем его не продвигает. Вот задача просто говорит о том, что плохое это решение, которое продвигает. Это, можно сказать, своё рода идёт агитация за то, чтобы на следующих выборах справедливая Россия, она уже поменьше стала собирать голосов, чтобы она собрала больше и ЛДПРЛ соберёт больше, поскольку как выступил Жириновский, он ещё более решительно выступает, сейчас есть в интернете его выступление, что вы тут сидите, понабрали в 90-х годах деньги, украли всё у народа, отдайте деньги, оставьте себе 50 тысяч, все вы отдайте, не рассказывайте, что денег нет у нас, денег у нас полно, все отдавайте, всё, сдавайте, и тогда будет всё хорошо, и так далее. Ну, вы знаете, что с этим ничего не последует, поэтому это безопасное выступление, вроде того, как он выступал иногда против руководителя Компартии, дескать, сейчас надо, я бы, вот сейчас вывезти, надо его и расстрелять, а после этого они идут в кафе и, так сказать, пьют чай вместе с Зюгановым. Так что это вот цирк, и этот цирк был ещё, если вы помните, Жириновский одно время плеснул в лицо Немцову, дескать, его оскорбил, и вот я уже рассказывал как-то своим студентам, что вот представьте себе, я бы взял сейчас вот стаканы раз вам в лицо, ну, конечно, народ уже грамотный, написал бы там директору, директор создавал комиссию, меня его пригласили, говорит, а как же так получилось, Михалыч, а вы знаете, говорит, сижу я на лекции, вижу, человек бы обледнел, думаю, сейчас потеряет сознание, я раз, я ему быстро, и он ожил, и они теперь написали вам, то есть мы же находимся в сфере, так сказать, вот в той сфере, которая характеризуется словом парле, парламент от слова парле, говорили, да что там только они говорят, наговорить можно все, что угодно, надо судить по тому, как действует, а действовали такое, вот общими усилиями в итоге, как бы разыграли мяч, и мяч забыт, и это розыгрыш состоял в том, сначала устрашить побольше, а потом, чтобы уменьшение вреда восприняли уже как пользу, людям-то увеличили пенсионный возраст на пять лет и мужчинам и женщинам, а получилось, что вроде президент их спас от еще худшего, от страшной угрозы, хотя президент вообще не может принять решение противоположное проекту, потому что проект уже принят в первом чтении, ничего нельзя сделать, кроме поправок, вот поправки и прошли, вот и все, и на этом, так сказать, движение мяча закончилось, и вот теперь плюс пять и плюс пять, идти дальше, считайте по 14 тысяч в месяц, умножайте на 60 месяцев, пять лет, и это получается где-то 840 тысяч, у каждого забрали, да у вас забрали, у нас меня-то не забрали, я уже пенсию получаю, это против кого нацелены, это самые пенсионные рюки, а вот на этих вот сидят, вот у вас слишком много денег, предполагается в будущем, надо их получить с вас, так, на этом деятельность партии профсоюзной завершилась, она тогда Шейн уже сделала все, чтобы этой партии не было, да. Что же делать тогда, кто будет заниматься самосознанием рабочего класса? А? Что же делать тогда, кто занимался самосознанием рабочего класса будет? Так, рабочая партия-то осталась, это партия труда распалась, она и была, так сказать, искусственной такой, но у нее было продолжение, вот я хочу вам это рассказать, позитивное, самый твердый из всех вот этих профсоюзных деятелей товарищ Ковалев провел большую работу по созданию федерации профсоюзов России. Вот эти вот, я хотел бы, чтобы вы различали федерации профсоюзов России и федерации независимых профсоюзов России. Федерация независимых профсоюзов России это то, что вот, во что преобразовались профсоюзы, которые были в советское время во главе с Ашмаковым. И пока было в советское время, они по-другому себя и вели. А как только началось буржуазное время, они стали собственниками колоссальных богатств, потому что у партии отобрали всякие там в связи с ликвидацией, с приостановлением деятельности партии, отобрали у нее все имущество партийное. А у профсоюзов не отобрали, поэтому это классальная собственность. все эти дворцы, дома отдыха, все они являются источником получения очень больших денег. И я по старой памяти, поскольку мне не раз помогали в нашем дворце труда профсоюзные руководители, в том, чтобы что-то провести в самом дворце. Попытался провести какое-то, договориться о том, чтобы дали возможность провести занятия членами профсоюза, работниками. Они стали считать, что они нет, в субботу воскресенье они не могут, там все расписано, все сдается в аренду. Они получают большие деньги, а мы за бесплатно хотим. Мы туда не проходим. А в будние дни, в будние дни уже поздно, только когда вот все заканчивается, у них тоже там все сдается в аренду. Да и вообще у них в самом центре этого самого дворца, вот как заходишь, так вот поднимаешься наверх, и там церковь. То есть не ждите, что вас подсчет профсоюз, есть вот Бог, к Богу обращайтесь и он вам поможет. И все будет хорошо. Но уж про туалет, в котором музыка играет, когда ты нажимаешь, я уже не говорю. Такого шика больше, я в разных был дворцах, в том числе в мраморном дворце в Кремле, и был во дворце съездов, и был на конституционном совещании, ну и наш вот есть Мариинский дворец, но такого шика, как в дворце труда нет, можете сходить, убедиться туда, вход свободный. Но он мертвый дом, потому что казалось бы, тут вот все должно кипеть, поскольку борьба профсоюзов, там ничего не кипит, там полная тишина, полная тишина. Так вот, товарищ Ковалев, в отличие от федерации независимых профсоюзов России, подготовил проект создания федерации профсоюзов России. Федерации, чем отличается федерация от конфедерации, все понимают? Вот у нас есть конфедерация труда, сейчас есть, и вот Шейн входит в конфедерацию труда, вместе со своим профсоюзом, защита труда, и на общественных началах является заместителем председателя конфедерации труда. Если мы с вами составляем конфедерацию и принимаем решение, я провел это решение, вы обязаны выполнять это решение? Нет, никто причем, вот мы все за, а вот он не согласен, ну, не согласен и не будет. Поэтому это такая видимость объединения, зато есть посты, есть места, есть сбор членских взносов, есть обеспечение доходов высокосидящих и хорошо говорящих, но он не представляет своей организации, которая может заместно что-то делать. Поэтому особенно никакого результата вы не видите. Поэтому самые пустые люди были во главе этой конфедерации труда. Во главе конфедерации труда был в свое время бывший докер Шепель, который отличался тем, что он вообще ничего не делал. Ничего и обманывал тех, кто к нему приезжал. Вот, допустим, мы приезжаем с товарищем Федотовым и с начальником консалтинга правового отдела морского порта Санкт-Петербурга профсоюза докеров морского порта Санкт-Петербурга для того, чтобы с ним встретиться. А чтобы с ним встретиться, мы его не предупреждаем, а то он куда-нибудь убежит. И вот мы его берем теплым в полдесятого утра, когда он только что явился на работу. Он с нами очень мило разговаривает 15 минут, говорит, ой, я должен к зубному идти. Ну, к зубному, у вас зуб болит, как вот, а вы тут сидите на лекции, как? Ясное дело, надо отпускать. Тем более, он у нас как бы хозяин, как мы можем тут распоряжаться? Короче, у нас к нему дело было, но вот он как-то председатель, потому что если вот какие-то документы, которые он довести до министерства, это можно сделать через конфедерацию труда России. И мы едем в Думу. И там этого голубчика встречаем, прямо в Думе. Вот где у него оказывается зубной-то кабинет. То есть, вот, более того, Шепель вместе с еще одним, тоже бывшим докером, украли профсоюзные деньги до этого. Но вот того, который был начальником, совсем сняли, а этот двинулся на его пост. Теперь Шепеля того нет, теперь там другая структура. Там есть председатель, в который входит президентский совет, спрашивается, кого будет защищать конфедерация трудящихся или работодателей. Имеется профсоюз моряков, это тот председатель, этот еще есть генеральный секретарь и еще один пост, там есть какой-то президент, президент, председатель союза моряков, президент, есть председатель, есть генеральный секретарь, товарищ Ковалев. Ну, поскольку это конфедерация, это не мешает ему занимать свои позиции и четко вести свою линию в своем профсоюзе. Почему? А потому что он не обязан выполнять всякую то, что не надо или то, что его не устраивает и не устраивает его профсоюз. И вот товарищ Ковалев разработал такой устав Федерации профсоюзов, который учитывает состояние нашего профсоюзного движения и согласно этому уставу в Федерацию профсоюзов в России могут входить не только профсоюзы, это объединение профсоюзов, федерация, то есть все обязаны выполнять общее решение. Если придумана какая-то акция, то значит надо все выполнять. Но туда могут входить, представьте себе, у вас гнилое руководство в каком-то профсоюзе и вы хотите туда войти, а руководство не хочет. Так вот он проделал работу над уставом и сделал такой устав, в котором первичные организации любого профсоюза может войти прямо в Федерацию. Ну, если она не просто там 2-3 человека, не 5 человек, не 7, а серьезные организации ну хотя бы 100 человек или 70 человек серьезной организации доросла до такого уровня, что ее не стыдно включать в Федерацию Россию. Тогда ей не надо создавать какой-то особый профсоюз. Она может просто создать профсоюз пока временно находящийся в фонде рабочих. В фонде рабочих все могут быть. Все. Любые члены профсоюза, любые организации. Это у нас объединение без фиксированного членства. Нет такого, что членские билеты, это уже не партия. Поэтому вот оно может как в инкубаторе находиться в фонде рабочей академии под крышей. Как только наберет известную силу может обратиться в Федерацию профсоюзов России и стать организацией Федерации профсоюзов России. Для этого что надо сделать? Надо принять решение об одобрении устава Федерации профсоюзов России и написать письмо с просьбой включить нашу организацию в эту Федерацию. То есть я бы не советовал писать это письмо когда у вас 3, 5, 7 человек. Никто вас включать не будет потому что это несерьезно для Федерации. А если это уже 70, 100, а те и тем более больше, то туда могут входить и профсоюзы целиком или некоторые организации. Вот надо сказать что в НПР существует такая практика что они не допускают чтобы одновременно профсоюзы заходили в другую Федерацию. Поэтому они могут попытаться исключить. Но это не страшно там нечего тогда там делать если вы вошли в более серьезную крупную организацию. Потому что это исключение ничего у вас не отнимает кроме того что оно отнимает торможение и замедление ваших действий. Мне приходилось как президенту Фонда Рабочей Академии присутствовать на учредительном съезде Федерации профсоюзов России. Там я видел профсоюз защиты труда он активно в этом участвовал во главе с Шейном. Там присутствовали товарищи из профсоюзной организации Паррис профсоюз авиационных работников радиолокации радионавигации и связи. Впоследствии Паррис перешел на сторону роботодателя это часто бывает. И вот выступая на этом съезде я сделал речь что мне очень приятно присутствовать на таком съезде где создается профсоюз не свободный как говорят свободные профсоюзы не свободный от работников и не независимый от работников а зависимый от работников первое объединение которое создается в котором мне говорят что это какой-нибудь независимый или какой-нибудь свободный, это как раз зависимый от работников профсоюз, профсоюзная организация Федерации профсоюзов России, которая не создается, чтобы ей служили работники, а чтобы она служила работникам. И надо сказать, что деятельность Федерации профсоюзов России это вполне подтверждает. И с того времени Федерация профсоюзов России подключилась к созданию и деятельности Российского комитета рабочих. И каждый, с тех пор, каждый российский, который раньше проводились, до этого, Российский комитет рабочих, значительно раньше возник, чем Федерация профсоюзов России, и через Российский комитет рабочих проходили все проекты Трудового кодекса, и там оттачивался проект Фонда рабочей академии. А теперь Российский комитет рабочих, который собирается два раза в год в Нижнем Новгороде, и собирается, как такое совещание, семинар Федерации профсоюзов России и Фонда рабочей академии, Российский комитет рабочих, при поддержке Федерации профсоюзов России. И каждый раз газета «Народная правда», вот где главный редактор, выходящая тиражом, сейчас порядка 30 тысяч экземпляров, она дает материалы. А Российского комитета рабочих, и самое интересное в этих материалах, это расшифровка выступлений рабочих. На Российском комитете рабочих выступать могут все и консультанты, и приглашенные интеллигенты, которые, так сказать, находятся на службе у рабочих. А голосуют рабочие, то есть те, кто будет реализовывать эти все прекрасные рекомендации, постановления и так далее, которые будут осуществлены. Очередное заседание Российского комитета рабочих, семинара по рабочему движению Федерации профсоюзов России и Фонда рабочей академии состоится 13-14 октября. А накануне этого года, а накануне 12-го, пройдет международная конференция, на которой будут рассматриваны вопросы развития профсоюзов, которые организует Фонд рабочей академии. Так что вот у нас событие, которое через две недели произойдет в Нижнем Новгороде. И вот именно съезд Федерации профсоюзов России при нашем участии, при участии прежде всего доктора экономических наук, профессора, заведующего кафедрой экономической теории и методологии Нижегородского государственного университета, товарища Золотова, который является консультантом Российского профсоюза рабочих, разработал проект программы, и программа была принята как программа Федерации профсоюзов России. И теперь есть единственная такая федерация во всем мире, у которой не только защищает работников, а которая имеет целую программу, за что бороться профсоюзом. И вот у меня перед глазами эта программа Федерации профсоюзов России, она не такая большая, которая по-прежнему актуальна, потому что она поставила такие задачи, которые быстро не решишь, но решать их надо. Задача утверждена Вторым съездом Федерации профсоюзов России 15 мая 2008 года. Это вот как бы продолжение той борьбы, которая шла за трудовой кодекс, она вылилась вот в эту программу. И то, что было в этом самом трудовом кодексе, и то, что не прошло, это стало задачей борьбы для Федерации профсоюзов России. Вот написано здесь во втором абзаце. Профсоюзные организации, входящие в ФПР, добиваются всеми доступными формами коллективных действий принятия и реализации коллективных договоров и соглашений, предусматривающих повышение уровня реального содержания зарплаты работников, улучшение условий их труда, сохранение занятости. ФПР, имея свой прогрессивный проект Трудового кодекса, разработанный специалистами Фонда рабочей академии, поддерживает передовую законодательную инициативу в сфере трудового права и препятствует урезанию прав работников. Опираясь на опыт борьбы за права и интересы трудящихся, Федерация профсоюзов России выдвигает программу действия, осуществление которой обеспечит развитие работников как главной производительной силы общества, и последовательно прогресс всех сфер общественной жизни, процветания России. То есть вопрос поставлен на том, что невозможно достичь процветания России, улучшения экономического развития, если у нас будет главная производительная сила прозябать, и ее условия жизни и труда будут ухудшаться, что сейчас и происходит. И вот задачи коллективных действий сформулированы. Работников организуемых и поддерживаемых ФПР являются. Значит, эта программа Федерации, которую я сейчас цитирую, находится прямо на главной странице Фонда рабочей академии, красном там она выделена. И вот в ней совершенно конкретные вещи записаны. Установление цены рабочей силы, зарплаты российских работников на уровне ее стоимости для квалифицированных рабочих в среднем 45-250 тысяч рублей в месяц при ценах 2007 года. Соответственно, если инфляция прошла, то умножайте. Значит, товарищи авиадиспетчеры, поскольку они самые организованные и шли на очень самоотверженные действия, вплоть до голодовок, они добились, что у них зарплата как раз вот такая и есть в пределах 45-250 тысяч рублей. То есть они реализовали этот пункт полностью. Товарищи докеры, пока они, так сказать, были тоже организованы, не ослабили свою профсоюзную работу, они дошли до уровня где-то 90 тысяч рублей. И на этом пока остановились. Дальнейшего движения нет. Ну, те, кто сюда не входил и не боролся, ну, тот, естественно, и не повысил свою зарплату. То есть речь идет в соответствии с Трудовым кодексом, а в том Трудовом кодексе, который сейчас имеется, там записано в статье 130-й, что государство гарантирует повышение уровня реального содержания заработной платы. 130-я статья. Там не написано, на какой процент. Но это предполагается, что это вот вам право дано, боритесь за повышение уровня ваших действий. Справедливые и законные. А уж победите вы или нет, ну, вот вам даны права. Есть право на забастовку, есть право на переговоры, есть у вас права на коллективные действия, и действуйте, если вы не хотите. Но если вы не хотите, мы вам ничем не можем помочь. Ну, это, наверное, и правильно. Почему буржуазное государство должно помогать тем, кто борется с работодателями за повышение своей зарплаты? Вы сами боритесь. Ну, вам все, в законе написали, пожалуйста, повышение. Государство гарантирует. Как оно гарантирует? А тем, что оно вам разрешило бороться за это? Боритесь. Вам забастовку Конституция дала? Дала. 37-я статья Конституции. Вам записано право на ведение коллективных трудовых споров? Ну, и боритесь. Если вы плохо боретесь, сами виноваты. Не отрывайте нас от работы. Статья 134-я. Так и называется. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. В самой статье дальше ничего не написано. На заголовок статьи это относится же к статье. Вот у вас голова к вам относится? Потому что некоторые начинают с ними разговаривать. Говорят, так это тут ничего в статье нет. А вы заголовок читали? Так это, говорит, заголовок. А голова это не относится к человеку, что ли? В заголовке написано. А дальше ничего, никакого продвижения там нет. А дальше написано, что туда включается индексация. Конечно, включается. Если повышение идет реального содержания, то индексация, само собой, перекрывается. Второй пункт. Индексация зарплаты по мере роста цены, повышение уровня и повышение уровня реального содержания заработной платы, стимулирующая рост производительности труда. То есть индексация, само собой, но и повышение уровня реального содержания заработной платы. То, что было в кодексе, и сюда включено как программа действия профсоюза. Установление минимальной оплаты труда на уровне не ниже 40% от уровня среднего по народному хозяйству. В любом случае, не ниже научно определенного прожиточного минимума. 15 лет прошло после того, как был принят трудовой кодекс. И, наконец, в этом году заработная плата минимальная достигла прожиточного минимума. 15 лет. Починок, который был министром труда, когда он уходил, уже покойный, он говорил, вы 15 лет не дождетесь того, что было. А в Трудовом кодексе, если вы будете его читать, там написано в одной из статей, что зарплата должна быть не ниже прожиточного минимума. А в конце Трудового кодекса, там, где всякие статьи, связанные с введением в действие этого Трудового кодекса, говорится, что вот эта статья про то, что зарплата не ниже прожиточного минимума, она вводится специальным законом. И этот специальный закон в 2018 году был, наконец, принят. Через 15 лет люди, так сказать, не поднаторевшие в праве и не поднаторевшие в ухищрениях думцев, они ожидали, что вот если написано в этой статье, так и будет. Нет. А есть другая статья, в которой написано, что обведение в действие той статьи будет специальным законом, не прямого действия статья. Вот и все. Теперь это сказано. Но насчет 40%, конечно, это вопрос о том, чтобы у нас люди, получающие минимальную зарплату, не были бедными людьми, чтобы преодолеть бедность. Потому что то, что мы имеем в России, есть бедность в очень широких масштабах. Вот я, например, будучи на переподготовке в Москве, там три месяца я был и занимался тем, чего я знаю, поскольку я защищал кандидатскую диссертацию по применению математики в политэкономии, а там это преподавали. Я там два часа посижу и ходил в больницу с имашкой, зубы лечил. И вот я в этих походах каждый раз видел одну и ту же сцену. Приходила в буфетик худущая-худущая медсестра молоденькая, на которой, я не знаю, как она хоть ходила, еле там ее халатик держался. И она в села брала одно и то же блюдо. Капусту, салатик капустный и кусочек хлеба. И вы, наверное, знаете, что у нас еще в России зарплат таких, на которые вот так люди живут, достаточно много. И сам этот прожиточный минимум, тут докеры однажды были вместе со мной на заседании комитета по труду и социальному развитию, поскольку мы продвигали Триловой кодекс и участвовали в заседании комитета по труду и социальному развитию. Там рассматривался вопрос о прожиточном минимуме. И вот товарищи и докеры хохотали по поводу того, что там две пары носков на год или там два килограмма помидоров, особенно кудрявцев, там, и и Гошина из Нижнего Города, где они там выращивают этих огурцов моря. И тут два килограмма огурцов на год – это прожиточный минимум. То есть в эту корзину уж так осторожно закладывали вещи, тем более, что, как вы понимаете, этот… Но это прожиточный минимум – это натуральная корзина. Поэтому, по идее, надо все время повышать этот минимум, потому что иначе по зарплату иначе он никак этот минимум не обеспечивает прожиточный. А у нас этого нет. Дальше. Доведение доли зарплаты в издержках производства продукции до уровня развитых стран. Актуально? Актуально. Установление доли постоянной части зарплаты, тарифы, связанные с ним выплаты, на уровне не менее 80%. Это очень важно, потому что если вам платят зарплату, допустим, 20 тысяч, а зарплата в целом 100 тысяч, потому что в зарплату считается, по трудовому кодексу вносятся все выплаты и премиальные, и там за вредные условия труда, и так далее, и так далее. Все. Ну, так если у вас постоянная часть 20%, а перемены могут дать, могут не дать. И это зависит от работодателя. И работодатель будет смотреть на ваше поведение и в зависимости от этого принимать решение. И он может вас перевести на 20 тысяч вместо 100. А кто хорошо себя ведет, у него 100. Поэтому, чтобы не было такого манипулирования работниками, поэтому вот требование такое, постоянную часть зарплаты не менее 80%. Ну, написано тут в программе 80, которую я сейчас вот... Это обусловлено тем, что это принято в Федерации Прозвездов России. Я факт просто, я исторический факт рассматриваю. Я все-таки залез на сайт и распечатал оттуда, и все. Это не предложение, это решение съезда, которое приняло эту программу Федерации Прозвездов России. А на чем было обсловано эту цифру? На том, на предложение товарища Шейна. Он с этим выступал и говорил, на этом вот, и на тех соображениях, которые я и высказывал. Что на 20% это может быть, это вот начальство может 20% премий дать, не дать, но как она, 80%? 80% это называется это не премия, это основная часть зарплат. Основное, это больше 50%, согласитесь? Уж всякое, основное. Как премия может быть больше основной части зарплаты, а она больше, сплошь и рядом. И поэтому люди находятся в состоянии, когда они ощущают произвол работодателей. Повышение оплаты своих урочных работ, работы в выходные и праздничные дни, в ночное и вечернее время. Актуально? Супер. Почему? А у нас наоборот. Во-первых, не платят сверхурочные за первые 2 часа. А сколько за первые 2 часа надо платить сверхурочные? Не подсказывают. А что вы подсказываете? Это магистры? Магистры? А сколько, после 2 часов, сколько должны платить? Если сверхурочные я его заставил сидеть на лекции? Там не платят вообще за лекции. А? За лекции вообще не платят. И что? Сверхурочные платят. За лекции теперь наоборот. Платят те, кто сидит на них сплошь и рядом. Так, сверхурочные вдвойне. И что, думаете, есть это вдвойне? в очень многих местах. Вот, например, это башня Газпромовская. Я как-то ехал с товарищем, который там работал. Там никаких двойных нет. Они 12 часов, потом в следующий день отдыхают, и опять 12 часов. Посчитайте, там сплошные переработки. Никаких там вот этих умножений на 2 нету. А это неважно. То, что вы ходите, вы что, не знаете, гражданин, что закона надо выполнять? Вы что, ваши записки ничего не значат перед законом? Я думал, принял, а вы что разговариваете, рассказываете записки, которые кто-то пишет? Не имеет никакого значения, что вы написали, а закон имеет значение. Вот будьте добры. И закон не имеет этих ограничений. Беззаконие. Другое дело, что вы можете поинтересоваться, а как защищаются эти нормы закона? Для этого надо заглянуть не в трудовой кодекс, а куда? Нет, в два. Уголовный и кодекс об административных правонарушениях. В уголовном кодексе вы найдете статью за невыплату зарплаты «Уголовную ответственность», которую Рогозин применял в связи с невыплатой сотен миллионов рублей рабочим, строившим космодром Восточный. Ну вот, а второе, что есть еще в этом отношении, какие еще есть ответственности, скажем, за какие-то нарушения, допустим, за невыполнение пункта 134, никакой статьи 134, повышение реального содержания зарплаты, 130-й. А это детское государство должно, как государство может отвечать? Тоже никакой. За уклонение от переговоров 5000 рублей. За уклонение от выполнения коллективного договора 5000 рублей. Вот представляете, вы выиграли в суде против меня, и я должен вам 5000 рублей. Вы сможете у меня забрать 5000 рублей? С пристом на поле. А? С пристом на поле. С чем? С пристом. С пристом? Ну, как вы это понимаете? Ну, вот, что вы получите в суде, молодой человек? Сейчас мы с вами проведем деловую игру. Вы выиграли у меня 5000 рублей, и у вас есть решение с печатью и с подписью судей Михаилу Васильевичу платить вам 5000 рублей. Ну, вы меня знаете? Что так просто я... Вот, товарищ, хотите взять, давай. Подождите, допустим, пару раз платили с письмами или просто... Нет, давайте по порядку. Я ведь человек грамотный, и законы знаю, могу вам разъяснить. Что вы получили в суде? Решение. А? Решение. Ну, и сидите с этим решением. Потом вам письма придет, что вы... Не придет никакого письма, вы не в курсе дела, никакого письма не придет. Вы поклейте свое решение себе на стенку. Оно никого не интересует. Вы выиграли у меня, вы должны чувствовать, у профессора выиграли. Это же здорово. Он вам лекции читал, вы всем показываете. Вот видите, профессор вы знаете, вот смотрите, вот я в него выиграл. Все. Моральное унижение. На моральное унижение даже спорят. И все на этом. Никаких действий из этого не вытекает. Дальше ваши действия. Вы же пять тысяч, а хотите из меня взять? Ну, как рассказывайте, как будете брать. Слышки придут. Никто, прямо желающие избежать, куда-то ваши выполнять требования. Дальше ваши действия какие? Вот вы получили, повесили на стенку или положили. Дальше что делаете? Помогайте человеку. Защищайтесь. Чего? Ничего не делаете? Ну, не получите. Я так просто вам не принесу. Пять тысяч рублей. Вы что, сумасшедшие? Чего? Денег много слишком. Мы не эти, а олигархи, профессора. Раскидываться пяти тысячами. Ну, какие ваши действия? Так. Какие документы вы туда подадите? Служу, где? О. А у вас есть он? Он вам не дал. Вам дали же решение. Вы что, вы же что-то как-то не... Оцените, что вы имеете. Вы получили решение, а вы уже поняли, что вам-то надо не решение, а исполнительные документы. Что значит? Какие документы? Вы два документа хотите получить или один? Решение о заскании. Никакого я не знаю документа. Не знает. Никто не знает. Никакой юрист вам не скажет, что это такое решение о заскании. Вам юрист скажет, молодой человек, идите в суд к помощнику суди и возьмите исполнительный лист за подписью судьи. Вы ходили туда, а вы сидите со мной в лес и точите. А вам надо давно было сходить в суд и получить исполнительный лист. Получили его? Получили. Дальше. Вот вы с исполнительным листом один экземпляр всего. Номер у него есть. Пойдите, сделай, я вам советую бесплатно. Копию сделайте его на цветном сервисе на всякий случай. А? Это ничего не значит, он не работает. ваш на ответ. Вот и идете с подлинником в службу судебных, куда вы идете? К кому? Ну, придете вы в дом судебных приставов и что дальше? Вы по месту жительства пойдете? Нет, вы пойдете куда? В службу судебных приставов. Ну, в каком районе? Ну, вот идите туда. Вы знаете, где у вас служба судебных приставов? Она ведь нигде, ее не видно. Но найти можно. Нашли вы службу, пришли. Куда пойдете? Ну, пришли вы в здание, чтобы с вас с актером разговаривать или куда пойдете? Сначала с ним. А? Сначала с ним, потом в окошко. Какое окошко? Никакого окошка там нет. Вы говорите, надо пойти в банк. Какой банк? Вы же службу судебных приставов пришли, молодой человек. Пришли в службу. Кому? Кому вы пришли? Не знаете. Где ж он интернет какой? Не знаю. Ну, можно я вам скажу? Мне просто жалко, что я вот, когда отрываю уже, пять тысяч у меня эти, начинают колебаться. Ну, ничего, я их удержу. Идите к старшему судебному приставу. Вот он вас возьмет, скажет, вот я. Там есть бланк. Что вы просите? Вы должны написать заявление. Вы должны написать заявление о возбуждении исполнительного производства. Если вы думаете, что у нас производство рухнуло. Нет, у нас производство идет вовсю. Таких производств много. Исполнительное производство по листу. Лист у вас заберут. И через недельку можете прийти, уже будете разговаривать. Чего? Разве нельзя на минимуме листов, допустим, если у вас вы видите в расчет, на котором вы сидите, деньги? Не допустим, я предполагаю, что... Нельзя. Это что за произвол? Что за произвол? Да это вы просто бандит. И вы, кто в банке это сделает, то вы будете сидеть. Вот я это обеспечу вам. За грабеж. Как это вы беззаконие такое? Нету такого порядка. Вот порядок такой. Вот придете, вот судебный пристав. Если через недельку вы к нему придете, его уже назначили. Кто вы такой вообще в организации? Вообще никто. Это теория. Служба есть судебная. Вы вообще никто. Вы потерпевший. Вы выиграли суд и сидите себе спокойно. Вот идите вот к грабежному приставу, которому поручено исполнять ваше исполнительное производство. Вот ему поручено. Вот приходите к нему и спрашивайте у него. Когда я получу 5000? Спросите у него. Я бы сказал, что если сумма небольшая... Кажемость. Это кажемость. То, что вам казалось. Нам, судебным приставам до лампочки у вас большая сумма или маленькая. Мы-то себе нисколько не берем. Хотя на самом деле они берут от крупных всяких сумм 7%. Поэтому ваше дело с 5000 рублей вообще их не интересует. Потому что они лучше здание какое-нибудь арестовать. Вот там они получат 7% от миллиарда. Судебные приставы. А от вас никакого толку вообще нету. Это раз. Во-вторых, им решение вашего суда они не знают за что кто прав, кто инноват. Может вы были неправы, а я был прав. Они не разбираются в этом деле. Их отключили от содержания суда. Это разные ветви власти. Они вообще не пересекаются. У них и ствола даже нет общего. Все. И вот вы идете к нему и спрашиваете а что вы ему делаете? А что вы ему обещаете? Обещает, когда он не рассмотрит. Он вам обещает рассмотреть. И он а вы что делаете? Ничего не делаете. Он опять придет ведь вам придет через неделю еще. Он находится. Ну и что вы-то делать будете? Ну же, вот тут точно вот так они и работают. Вот так, вот так. Сидят, ничего не говорят. Дескать, это не ваше дело. Но я можно за вас скажу, что вы делаете? Вы напишите мне письмо. Вежливо. Вы же государственный орган представляете? Государственный. Уважаемый Михаил Васильевич. В соответствии с исполнительным листом. Таким-то, таким-то. И решением старшего судебного креста вот такого-то района я начал исполнителем. Согласны ли вы добровольно исполнить исполнительный лист такой-то? И пишите мне письмо. Это хорошо? А вот он приходит к вам, спрашивает. А вы ему говорите, а я написал письмо Михаилу Васильевичу. Вы довольны, что он написал письмо мне? Вам письмо надо или деньги? Вам деньги надо, я чувствую. Но вот письмо он прислал. А я что вам отвечаю? Как вы думаете? Как вы думаете? Что я отвечу? Вы присылаете. Что? Вы присылаете. Чего присылаете? Письмо. Нет, вы письмо мне присылаете. Нет, вы мне прислали уже письмо. Я вот сижу и пишу. Ну, помните, Татьяна писала Онегину. А я пишу вам. Уважаемый, как вам по имени отчеству? Владислав Александрович. Ну, Александр, мне отчество надо. Владислав Александрович. Вот, уважаемый Владислав Александрович, я согласен. Я отправляю вам это письмо. Вас устраивает это? Или вам деньги надо? А я согласен. Через три недели вы снова к нему приходите и говорите, да как мое? А он говорит, я отправил письмо. А что дальше? А вот ответ получил. А что вы дальше будете делать? А вот письмо снова напишу. Вы снова пишете. Повторно у вас уважаемый Михаил Владиславич. Вы уважаете меня? Правда? И я вас уважаю. Уважаемый Михаил Владиславич, повторно вас спрашиваю вы. Согласны добровольно уплатить? А что я отвечаю? Согласен. Я же опытный человек. Чего же буду спорить с судебным призом, что я себе враг? Согласен. А деньги я плачу? Нет. А дальше что вы можете сделать? А дальше, вот вы это не знаете, у вас есть меры против должников. Знаете, какая первая мера? Вот Мавродик она не отдавала миллиарды людям. Миллиарды. Ему присылают такую бумажку, что вам, с вас тысяча рублей. И вот вы пишете, что вы штраф на меня накладываете тысяча рублей. А мне это уже не понравилось, что у меня наложили. Что я делаю? Я подаю не на него, он в справедливом суде, в нашем родном, российском, выиграл, а на вас продаю за администрирование, потому что вы так безобразно относитесь к гражданам России. Вот. А у меня будет вот эти два адвоката, у которых и образование, и опыт, и их все знают, а у вас никого, потому что деньги, а этот деньги вам не даст, у него, потому что эти деньги, вот пять тысяч он бы вам дал, но их у него нет. Они деньги, но меня, но я от этих пяти тысяч, три тысячи отщелкнул, отдал адвокату. Ну и кто выиграет в этом суде? Я вам докладываю, что очень редко они замучены, эти судебные приставы. Они имеют больше дел, чем они могут выполнить по времени. Я это знаю очень точно, потому что я участвовал в создании службы судебных приставов, профсоюзной организации судебных приставов Санкт-Петербурга, а и председатель профсоюзной организации, товарищ Мальцев, входит в Рабочую партию России, и сейчас у меня является бухгалтером в фонде рабочей академии, замглавного бухгалтера. Нет у них возможности по времени выполнить такое количество решений. Поэтому вот какие-то выполняют, какие-то нет. Зачем выполнять решения по пять тысяч, от них денег мало судебным приставам, а лучше выполнить за четыре миллиарда какое-нибудь решение. Я правильно рассуждаю? Ну все-то невозможно выполнить, ну вы должны понимать, молодой человек, все-то невозможно. Нет времени, идите к нам работать судебным приставом. Вам же и скажут. А замещения по исполнению там какие-то нет? Там есть такой вот, дело в том, что они вот так же возились с этим самым, с Мавроди, потом придумали они с Мавроди, они могут следующее наказание сделать, это исполняют, работы могут. Ну что, вы меня послали, там я подметал. Пять тысяч вам не отдам, лучше подметать бы. Только ему супостату не отдам пять тысяч. И, ну потому что тут пять тысяч я мог бы и отдать, но на принцип стал, а Мавроди-то и не хотел миллиарды отдавать. Тогда ему снова, потом через некоторое время, у него миллиарды, это представляете, он всего-то подметает, а получает миллиарды. Это разве плохо? Это же хорошо. Это такая работа. Только дворник, только с оплатой в миллиардах. Вот. Но я по секрету могу вам сказать, что есть закон, про который молчат и судебные приставы, и судебные органы, вот в деле Мавроди, как будто бы они его не знают. Но я его знаю. Этот закон означает, что если не исполняется решение суда, то может быть возбуждено уголовное дело. Они, правда, не любят это делать, вот судебные приставы, исполнители. И очень трудно добиться уголовного дела. Но может быть возбуждено уголовное дело в связи с неисполнением решения суда. Но это долгая история, конечно. Вы идете уже давно эти пять тысяч. Но там уже как в рамках уголовного дела, а потом суд опять будет решать. В этом суде, как вы понимаете, тоже будут адвокаты у меня. У меня будут хорошие адвокаты. Вот у меня знакомым был товарищ Денисов, кандидат в юридических наук. Он был ректором юридического вуза, а до этого был он у нас секретарем по идеологии в университете. А потом секретарем обкома. А жена у него, она работает в городской коллегии адвокатов. И вот говорит, я как к ней не приду, кто сидит в фойе? Цвет вообще бандитского Петербурга. Почему? Ну, в чем суть работы? Они защищают кого? Всех! А кого прежде всего надо посадить? Бандитов. Ну, а бандиты как решают? Ну, они часть денег отдадут адвокату, и тогда, может быть, их выгородят как-то, или спасут. Почему, так сказать, мы знаем, что у нас есть главы мафии, и вроде бы как с ними считаются, и, так сказать, они как бы тут живут, а вовсе не реквидируются. потому что, так сказать, вот они теми деньгами, которые они забрали, они с помощью этих денег осуществляют свою защиту в бургальном суде. А от вас денег что вам поступило? Пять тысяч? Кому это? Кого-то интересует это? Никогда вы от меня не получите пять тысяч, забудьте об этом. Не вспоминайте. Ну вот. Дальше, какие тут у нас действия? Установление гарантии оплаты труда в денежной форме. Тогда еще, помните, когда давали продукции предприятия там, Ивановским текстильщином, простынями, наволочками и так далее. Увеличение свободного времени работников путем сокращения продолжительности рабочего дня до шести часов, введение 30-часовой рабочей недели без понижения заработка, а также за счет роста времени оплачиваемых отпусков. Я вот продолжаю отсюда зачитывать. Почему? Потому что я вас попрошу взять эту программу коллективных действий профсоюзов, скачать ее на сайте фонда рабочего дня, внимательно с ней ознакомиться, потому что все это, поскольку это задачи трудно решаемые, они все актуальны. Причем тут даже есть, когда мы переходим в области политической, требования, перейти к выборам по трудовым коллективам в этой же самой программе коллективных действий. То есть это перспективный документ, который превращает профсоюзы из органов, которые только обороняются, и которые только защищают работников, когда на них уже напали, в такие органы, которые упреждают и которые ведут борьбу с другой стороной в порядке упреждения, а не в порядке отставания постоянного, когда уже и выправить невозможно. Вот попробуйте сейчас, когда уже внесли проект, а почему профсоюзы не внесли, которые сейчас против, и политические партии, которые против, а чего вы не внесли пенсионную реформу, в которой бы на 10 лет раньше выходили бы на пенсию, или сократили рабочее время, и тогда чуть-чуть позже бы выходили. Где позитивная программа? Поэтому сидят там полно этих самых депутатов, каждый из них имеет право законодательной инициативы, и никто не внес никакого проекта в таком же примерно ключе, как это в своем сделали товарищи при разработке трудового кодекса. Поэтому если это оборонительная тактика, и если она, так сказать, эта тактика нет, вырабатывается без понимания политических составляющих тех процессов, которые идут, то она не может быть успешной. А профсоюзники, как правило, это люди, которые считают, что они вне политики, на самом деле, тот, кто считает, что они вне политики, он на самом деле осуществляет политику господствующего класса. Вот какой итог. противопоставить не надо, надо свое вырабатывать. Вот для этого нужна и политическая партия, и связанные с ней профсоюзы. Профсоюзы и на данный момент есть такая сила, есть рабочая партия России, есть фонд рабочей академии, который уже показал, что он может быть такой силой. И вопрос теперь не в этом, не в наличии этих организаций, а в том, что не надо спать, что товарищи трудящиеся думают, что им как при социализме будут блага повышать решением очередного съезда, а здесь решением очередного съезда у них будут только отнимать. Вот это надо понимать, что тут никакая помощь сверху, никакое создание университетов, организаций, профсоюзов не даст своего результата, пока люди не поймут, что надо самим бороться. То есть если население в политическом ардиозе, то оно этого не заслуживает, правильно? Нет, оно этого не заслуживает, но надо понимать, что пока оно из него не выйдет, оно и не победит. Вот прежде чем у нас состоялась социалистическая революция, у нас были гигантские размаха стат. Никогда не было единой всеобщей стачки, это глупость. Никогда всеобщая стачка невозможная, никаких не бывает единых стачечных комитетов, потому что в разных, как революции не могут созреть одновременно в отдельных странах, так и не могут быть на разных заводах одновременно подготовлены забастовки. Забастовки это такое индивидуальное дело и сложное, что они готовятся, но подъем забастовок, вот он как начинается большой подъем забастовок, и на фоне большого подъема забастовок могут создаваться уже особые органы, которые защищают и порядок, и дисциплину на предприятиях, и имущество работодателя и работника, и создаются и представительные органы из представителей этих забастовочных комитетов. Как называются представительные органы забастовочных комитетов? Советы они называются. То есть Советы это не что-то такое изобретенное, народ изобрел в Иваново в 1905 году. На этой острой политической ноте мы завершим сегодняшнее занятие. У нас же время истекло, а дальше вы с меня потребуете 5000 рублей за нарушение трудового законодательства. И тогда уже трудно будет мне в спад задискивать. Так, спасибо. Так, значит, у меня есть один проект коллективного договора, каждый из наших товарищей магистров должен будет написать заключение и выступить с докладом по этому коллективному договору. Значит, в электронной форме он есть на сайте Фонда Рабочей Академии. Значит, этот вот написан здесь 11-й год. Как известно, это вот первый срок. Второй срок, он продлевался на второй срок, то есть до 17-го. А с 17-го года действует другой договор, хуже, чем этот. Он-то висит на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии. Тоже как прогрессивный договор. Он прогрессивный по сравнению с тем, что есть. Но он хуже, чем вот тот, который был. Поэтому от вас требуется анализ и доклад этим анализом. Так, кто возьмет? Можно любой выбрать? Нет, сейчас вот, нет, я потом принесу и еще, и вам. в следующий раз. Понимаете, да? Ну, это, так сказать, я думаю, что на это вам потребуется, может, недели три. Если месяц тоже не страшно. Работайте. Ну, у нас должны быть, кроме лекционных занятий, мы должны некоторые вопросы поразбирать и пообсуждать. Спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok